Все, кто хотел поддержать детей из семьи, опекаемых благотворительной организацией «Каритес», должны были приготовить подарки, сделать бумажные снежинки и принести их в сеть магазинов ЧА. Подопечные благотворительной организации должны были оценить все присланные снежинки и выбрать самую красивую. В прошлом году моя сестра участвовала в этом конкурсе и заняла первое место. Я тоже решила попытать счастье. И, конечно, на праздники хотелось передать подарки детям и этим сделать подарок себе. В этом году в акцию было привнесено благоприятное для всех ее участников новшество. Призы получил не только победитель, но и те, кто занял второе и третье место. Авторов снежинок, завоевавших в этом конкурсе серебро и бронзу, награждала компания «Жимэйтею Спенос». «Жимэйтею Спенос» уже второй год присоединяется к этой инициативе. Дарить радость людям, обиженным судьбой – это необыкновенно красивое и благородное чувство. От имени компании «Жимэйтею Спенос» мы благодарим всех, кто поддержал эту благотворительную акцию. Самый главный приз путешествия в желаемую страну обеспечила компания «Тестур». Мы очень благодарны, что нас пригласили участвовать в этой акции. «Тестур» – социально ответственная компания, которая старается, насколько это в ее силах, поддерживать социальные акции. В этой инициативе мы участвуем третий год. И очень рады, что своим призом мы можем не только стимулировать творчество людей, но и привлекать их к участию в благотворительных начинаниях. Первое место практически единогласно достало снежинке, которую делали с таким теплом, что на нее даже присела бабочка. Семья Панкратьевых признается – на победу не рассчитывали. Просто искренне хотела сделать приятное детям, у которых нет возможности почувствовать новогодние праздники в полную силу. «Наверное, главное, детям сделать хорошее, чтобы они были счастливы, чтобы все у них было хорошо. Ну, тоже, чтобы они почувствовали, что им дарят подарки. Но лучше всего, мне кажется, подарить подарок, чем получить». Елена Грабовская, Томас Руминас, Первый Балтийский канал.